друзья всем привет с вами снова я меня зовут андрей это канал булгаков play продолжаем проходить фаготен хилди solutions разочарование уже полным ходом идет остановились точнее я зашел из того же места где мы с тобой вчера и закончили вот эти рычажочки они нам напоминают крутилочки вот но в итоге я все-таки сбегал попробовал ничего мне не получилось в итоге конечно же я немножко подсмотрел в интернетах скажу тебе честно потому что я связи как таковой не нашел в интернетах говорится что нужно нажать красный зеленый желтый зеленый красный красный все открылся чего блять почему так это должно было вот смотри давай монету это вот сюда вставить с прежде чем и вставлять вот каким чудесным образом вот красный до зеленый согласен желтый согласен зеленый красный красный это блять что кп почему это определяется красный короче вообще чуть не понял как и должно происходить почему точнее это закрыта а то надо наверное электричество включить а закрыта смысле блять закрыта монетку засунь а чё тебе не так то ну давай пройдемся посмотрим жемчужина а он я и не понял как это произошло открыто какая тень принадлежит змее чего блять да ну очевидно вот это найдите того кто вторгся сюда а как меня найти чё блять за ну да вторая вторгся сюда ну креветка он она креветка речет на найдите того кто вторгся сюда паук это я не знаю как это просто какой из этих узлов настоящий так это не узел это тоже наверно не узел вот это наверно узел еще что дальше палка 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 да да наверно это блять за тесты на айкью так какой же ответ правильный так а уже а я я и буквы и ответ правильный Чисто просто. Так, мне дали билетик в отдел. Какой отдел? Искусство и культура. Хорошо. До свидания, тупая комната. Ну как мне написали в комментариях, жесть только начинается. А это искусство или культура? Добрый день, у вас билет есть, на. Отлично, сэр, надеюсь, что вам понравится эта экспозиция. Надеюсь. Надеюсь, мне тоже. Так, мы взяли карту. Хорошо. Потиком, позыркаем. Ой, красотка какая. Зафоткаем. Гитара. Гитарная. Так, от музыканта. Тряпка. Крови. Кровища тряпка. Фоткать здесь нельзя, им нужны инструменты. Этому флейта, этому пока не знаю, что этому скрипка, наверное. Ну ладно, пойдем дальше. Колеса заржавели, эта штука очень тяжелая, я просто не могу сдвинуть ее. Ой, а пацанов-то вольнули уже. Так, а здесь ключ нужен. Идем дальше. А вот у этого чувака флейта. Ага, две двери открыты. Это какие-то танцующие ребята. Там. Здесь фоткать можно? Мы бля каля-маля. Муха, черепушка, какой-то олень, глаза. Ну, через фоткать здесь ничего нет. Это, наверное, надо как-то передвигать. Так, они... Они еще и вверх-вниз двигаются. А, то есть их можно вот так замутить. А что у нас там было на снимке? Кружок, треугольник, загогулино и угол. Кружок, треугольник, загогулино и угол. Ну нет, не они. Ладно, пока что обследуем. Еще раз на всякий случай. Ничего. Глаза тоже что-то значит. Давай... Блин, не вылезает в кадр. Так. Будешь главной достопримечательностью. Тряпка, кстати говоря. Че-то протереть надо. Здорово! Давно не видались. Это кровь или это клубничка? Закрыто, открыто. У меня так болит голова. Давай, мальчик, это не страшно. Вот увидишь, это пройдет. Сосредоточься на звук колокольчика и пойти в его ритм. А, и пойти в его ритм. Мальчик уже пиздец. Ой, ты какая красотка-то. Жалко нельзя этот... Отик на всю эту... А, у него нет, а у него молоток. Понятно. Понятно, чего у пацана голова болит. Приложи компрессик. Я не могу колокольчик забрать? Ага. Крест-круг. Да, ну все, он осознал. Можно мне выйти-то отсюда? Спасибо. Треугольник. Вид, да? Круг, треугольник, загоголено. Круг. Треугольник. Блин, пролистал. Загоголено и угол. Так, это нам... Два, три. Два, три. Кто-то неудачно пометал нажиды. Ну... У меня только... А, возможно, будет потом переставить, я понял. Туда? Туда? Эй. Эй. Там что-то открылся. Масло. Масло мы сейчас смажем колеса. А, вот один. Все, хорошо. Я запомнил, увидел. Но пока мы с ними... Ничего сделать не могем. Кап-кап, кап-кап. Мне кажется, ангелы сломались. А что, прям ничего сделать нельзя? Я вижу тебя. У тебя здесь глаза, да? Нет, у тебя всего лишь один глаз. А это... А вот и не видишь меня. Ха! Дурачок. И... Я все сломал? Подожди. А, я забрал. Мрамор, пять камушков мраморных. Они нам зачем? Тебе нужны? Тебе? Так, это совсем выход. Совсем выход. Ладно, не надо. Пять камушков мраморных. Ладно. Тут нужны? А может быть сюда? Все, я понял. Давай попробуем там, где нету. Нет. Надо закрывать тогда. Вот так. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. И большой глаз. Два. Туда. Туда. Самый верхний. И... Тоже самый верхний. Вставил. Три. Один. 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 И сюда еще один, да? Нужен. И тогда что-то вот отсюда вылезти должно. Ладно. У меня предположение, что пацанов надо подвинуть. А как их подвинуть, если они стоят на месте? Или нумерации им какие-то раздать? У меня как бы предметы-то закончились. Крест. Кружок. Ой, все, не ной пока. Сам подписался. Так, здесь ничего не меняется, не переключается. Ну, этим мы поняли. С этими статуями ясно-понятно. Но... Что же дальше? А, нам нужно найти... Я не думаю, что что-то прям здесь нужно поменять. Нужно еще три штучки найти, тогда мы вот эти все откроем. Правильно? Два, три... Два, три... Но, может быть, и нет. Это не точно. Ну-ка. Здесь ничего не крутится. Здесь ничего не крутится, нет. Статуя подозрительно упала, но ключа у меня от этой штуки нет. Покататься я на этом не могу. Этот чувак сказал, я тебя вижу, и переместился назад. Он меня, типа, туда не пускал, что ли, или что? Да, ну, нет. Здесь... Это мы уже применили. Это мы тоже применили. Здесь не работает. Ммм. Давай тогда... Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Давай мы вставим туда, где... Не стоит. Да. Оказалось с точностью, да наоборот. Проектор, пожалуйста. Судемс. И дальше нам понадобится, скорее всего, какой-то... Так, мне дали ключ. А вот от чего мне дали ключ? Скорее всего, нужно соединить какую-то... Это рисунок. Ну, пусть будет пока примерно такой. Из этого тут нет вроде ничего. Надо будет повнимательнее посмотреть. Какой-то рисунок. С загогулянами. А, отсюда, наверное, ключ. Нет. Не угадал. Давай смотреть везде. Глаз. Так, ну, тебя рисунка нет никакого. Ключ тоже не от тебя. Здесь нам пока ключи не нужны. Так, пацаны пока стоят, ладно. А-а-а-а-а... Вас надо уравновесить. Наверное, вот как-то по центру они должны быть. Нет. Это слишком тяжелый. Вот. Хорошо. Изи. Глаз. А вот еще одна есть. Нет? Ну ладно, нет, так нет. Глаз может быть тебе? Лифт, подожди, подожди, подожди с лифтом. Лифт. 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 Ну, это пока так, просто, в варианте бреда. Лифт. Зашли. Мы на первом, мы можем поехать на минус первой. Опачки. Музей. Статуя Тисполитикалитлота. Воу. Физическое воплощение Бога, понятно. По мнению ацтеков, он использовал три пары глаз, чтобы видеть все зло человечества. Чтобы успокоить свой гнев, ацтеки организовывали церемонию, которая завершалась сожжением заключенных, которые перед смертью были извлечены из пламени и чьи сердца были удалены. Так, это мы видели. Статуя Хико Мекуатля. Статуя из вулканической лавы, созданного славу богине плодородия и кукурузы. В период сбора урожая молодая девственница была принесена в жертву, а безглавленная ее кровь пролилась на статую божества. Один из лучших экспонатов коллекции. Эта статуя была подарена музею Виктором Остергардом, чтобы каждый мог полюбоваться ею. Ладно, вот эту мы видели подший ангел. Мраморная статуя, которая была выточена в первую половину 17 века. Автор которой так и остался неизвестным. Первоначально расположенная рядом с Кальвинистской церквью, она получила серьезные повреждения. Во время землетрясения в 1892 году наш куратор Густав Меллар позаботился о точной реставрации и ее установке в музее. Но мы ее немножко свалили. А ты кто такой? Искренний лжец. Каменная статуя, которая была обнаружена в северном лесу в небольшой норвежской деревушке Нотодрум. Она изображает вис Локи, ну это Локи, дуг которому отправляются потерянные души, чтобы он направлял их. Говорят, что его девиз был таким. Правда не всегда правильный путь. Главное заключается в том, чтобы не менять свое мнение на полпути. Испуганная служанка. Каменная статуя, которая изображает молодую девушку, приседающую от страха. Но она, мне кажется, уже сидит. Автор произведения, скульптор Герберт Ван дер Блафф рекомендовал, чтобы название было всегда хорошо видно. В месте установки статуи, наверное, именно поэтому ужас не так очевиден в эмоциях этой женщины. И что же мне такого интересного вы здесь поведали? О, ты видел, как книга поменялась. Конях не менялся, но она и так страшная. Тут ничего с этим не сделаешь. Баночка. Да вы серьезно, что ли, блядь? Какая же цифра должна здесь получиться? Плюс. А, плюс, плюс. Короче, пля, нет. Это когда-нибудь потом. Я хочу вот здесь сфоткать в лифте. Там мы поедем, погоди. Ну, и я на свою уже камеру, конечно же. Так. Поехали. Как мне это поможет, я не знаю. Вряд ли это мне как-нибудь. О, чтобы никто не катался, блядь. И что, я вернулся? У меня есть лист и у меня есть баночка. Тогда начинаем. Баночка. Лист. Тогда начинаем опять с первой комнаты. Лист. Тебе баночку. Нотный стан, нет? Нет. Тогда уходим дальше. Лист. Дверь так и не открылась. А зачем мне баночка? А зачем мне лис? Здесь что-то можно... Подожди. Что-нибудь... Что-нибудь похожее есть? Есть. У меня есть три глаза. Будете за глаза? Ой, короче... Пауки всякие. Ну, я думаю, что вот эти рисовалки... Рисовалки. Нарисованные вещи в лифте связаны каким-то образом. А ты как... Ты меняешься? Я понял. Хорошо. Так, тогда... Начнем с первого. Первый... 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 Голова... Держится за голову и правая рука вниз. Первый держится за голову. Вот. Второй. Второй смотрит на часы и правая нога в сторону. Короче, придется их всех сфоткать, чтобы... Я не бегал, не бродил туда-сюда. Тогда ладно, тогда хорошо. С этим-то очевидно, они стоят с цифрами подписанными. Так вы где? Первая держится за голову с Будуна. Вот. Вторая. Вторая на часы смотрит. Это какие-то типа балетные па, но не очень похожи. Третья. Вот это как раз и похоже на балетные па. Вот. Да, оно. И четвертое. Другой рукой держится за голову. Ага. Вот. Теперь я знаю, что мне нужно нарисовать. Это я нарисую, только у меня нет... Только у меня нет последней этой бумажки. Вот еще что-то есть. Ой, красавчик. Ой, красавчик. Вот. Бочонок с чем? С мясом. Бочонок с мясом. Буш есть. Та-та-та-та-та-та-ты. Так, вот так похоже, как будто ты хочешь поесть. У меня пока, говорит, не хочу есть. А для каких же целей мне бочонок с мясом? Вот сюда. Да. Да ну иди. Ты будешь есть? Нет, ты, говорит, не голодный. Бочонок с мясом. Эдвард... Эдвард, я тоже не голодный. Может тебе? Че-то теряюсь в догадках тогда. Бочонок с мясом. Ну, вообще, похоже, что им нужно. Ну, поехали вниз. У меня просто нужна четвертая. Туда не могу. Четвертая бумажечка нужна. Буш? Нет. Не хочешь как хочешь, я здесь ни при чем. А тут че? Бля, ну не говори, что нужно это. Здесь что-то порешать, посчитать. Это слишком жестоко. Для моего мозга. Так. Допустим. У меня есть идея, ну как идея, я просто не все запомнил, дай посмотрим что нибудь в книге. Есть какие-нибудь символы? Надцатый век есть. На книге тоже ничего нет. Ладно, беру паузу. Короче, наскладывал, как хорошо, что мы живем во время калькуляторов, можно сделать вот, посчитать примерно, как это все работает. Да, здравствуйте, третья штучка. Я на самом деле уже забыл про нее, пока сидел смотрел, ну блин, может быть где-то была какая-то подсказка, но это же не наш метод, какие-то кибели подсказки. Ой, как отлично, вот так. Дальше, так как кто из вас, кто? Вот так, хорошо, двойной круг. Подожди, значит нам нужно, как тут, это, ага, ровно. Типа, вот, типа, вот такого. Тут же, ну... Да, тут же примерно, но... Мандолина. И прошу вас заметить, что еще две дверцы осталось закрыты, следовательно, мы можем предположить, что нам нужны еще какие-то рисунки. А вот от какой дверцы мы с тобой... Ага. Ага. Так, у меня есть одна из подсказок, я ее прям видел, я ее прям запомнил. Она вот на столе. Но что нам это даст? Может быть, можно посмотреть? А, во, смотри, прикол. Я зафоткаю на свой. Я уже привык к фотоаппарату, его нам когда дали, я увидел, что реальность меняется, я подумал, что все, пизда, приехали. Так, так, так. Че-то открыли. Ага. Это где весы, а где у нас весы? Я не помню, здесь... Подожди. А я не могу больше у вас этого... Того. Может, нажать можно? Ну, у меня же... Сейчас, погоди, 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 две секи. Мы сейчас бегаем с тобой в музыкальную комнату, отдадим мандолину. Ну, играй, лобай. Ну, подожди. Ну, и время-то опять уже убегает. Полку. А еще? А, постой. Постой паровоз. Мы их по росту должны, что ли, выстроить? Так, это самый низ. Через раз, два, три, четыре, тоже самый низ. Так, ну-ка. Ну, я пока так. Пробный вариант. Вот это. Раз, два, три, четыре. Ты в самый низ. Хорошо. Дальше. Вот это, и вот это, и вот это. Они получаются на одном уровне. Соответственно, через одну. Вот так, наверное. И последнее. Вот. Пока так оставил. Дальше. Один и один. Один и один. А ты почему наверх-то? Ладно, я не буду спорить. Это еще один символ. А мне что-то интересно стало. Его надо собирать. Вместе или один кружочек можно убрать. То есть мы имеем опять вот такую узкую пироту. Дальше у нас два кружочка. Вот. Как-то так, наверное. Ты же не обидишься? И палка. Палка по центру. И чуть-чуть вверх. Вот так. У тебя вообще убрать-то можно? О, да. Идеально же. Или прям по тебе рисовать? А, да. Ниже не опускается. Поэтому будет примерно по тебе. Палка только вращается. О, круг идеальный. Так уйди отсюда. Все-таки этот надо куда-то присобачивать. Пойдет так? Или тебя вообще вниз? Ну, вниз она не убирается. Она не убирается. Что это от меня надо? Скажи мне. Может его куда-нибудь при этом воткнуть? Ну, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас мы с этим разберемся. Ну, допустим. Ты не очень узкая. Будешь вот так. Дальше нам нужно разобраться с кругами. Вот так. Ну, прям очень круглая. Ну, допустим, вот так. Вот. Вот так вот. Вот. А ты вообще уйди отсюда. Мне кажется, вообще один в один знак, блядь, получился. Че не так-то? Или все... Все-таки... Вот так. И... Я сижу, блин, стараюсь. Давай тогда флейтус бегаем, отдадим. Ты ж на флейте дудишу, отлично. Ты дудиш на флейте, а ключ нам нужен от этой комнаты. Все. Предлагаю тогда на этом, на сегодня закончить. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик века. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки и оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok